Работа. Сергей, Олимпиады никогда не давались просто. Золотые медали всегда имели не только вкус, цвет и тяжесть всей прожитой жизни. И эта тяжесть, она всегда была гарантией того, что человек готов заплатить за нее все, что угодно. Сейчас, после 2000 года и в этом веке, уже многие воспринимают стоимость этой победы и сравнивают ее с самой, наверное, всей жизнью. Вот какова на Ваш взгляд вообще стоимость золотой олимпийской медали? Можно ли на это потратить всю свою жизнь? Можно ли заплатить? Какую цену можно заплатить за завоевание золотой медали? Наверное, трудно ответить именно о цене, потому что, наверное, любая победа, она бесценна для любого олимпийца, для любого спортсмена. Потому что я, в общем-то, сам прошел большой спорт и, к сожалению, не только одна олимпийская медаль. Мне, конечно, хотелось завоевать несколько, но так сложилось в жизни. Мне кажется, одной олимпийской медали недостаточно. Но то, что дает именно эта победа, именно стремление спортсмена подняться на высшую ступеньку пьедестала почета, я думаю, это те чувства, которые испытывает спортсмен, когда играет гимн, его отечество, поднимается флаг. Я думаю, конечно, это незабываемое впечатление. А более точно о цене, мне кажется, это очень сложно говорить. То, что ты испытываешь, то, что ты чувствуешь, для меня это самое, наверное, важное и самое главное. Ну а что, кроме спорта, чем кроме спорта может жить человек и чем он должен жить, в том числе и во время спортсменных занятий, для того, чтобы все-таки завоевать эту медаль? Какая мотивация? Чем должен человек питаться, чтобы стремиться к медали? Неужели это только страстью к золотам? Нет, вы знаете, что тоже жизнь продолжается и после спорта. И сегодня, как председатель комиссии спортсмена Международного Олимпийского комитета, мы много уделяем внимания образованию спортсменов, чтобы они реально понимали и знали, что такое жизнь. Жизнь не только в спорте, но и вне спорта. И самое важное, в процессе спортивной карьеры подготовить еще себя к будущему. К будущему, которое также сможет обеспечить благополучие именно этого спортсмена и его семьи. Поэтому, вы знаете, бесспорно приходится от многого отказываться, но ни в коем случае нельзя забывать, что тебя ждет впереди, и то, что ты должен в процессе карьеры заложить фундамент своего благополучия в будущем. Буквально несколько слов о впечатлении о Турине и об этой Олимпиаде. Вы знаете, лично я доволен. Очень интересные игры, замечательные высокие результаты, саннакал барьер, очень серьезный. В целом, я считаю, что Олимпийские игры организованы достойно и хорошо. А если сравнивать зиму и лето, есть ли какие-то мысли об этом поводу? Что объединяет и чем отличаются? Ну, наверное, отличаются тем, что все-таки спортсмены разбросаны здесь в нескольких олимпийских деревнях, в Турине конкретно в трех олимпийских деревнях. Поэтому в этом плане это большое отличие от летних олимпийских игр. Всегда приятно, когда все живут вместе, единой семьей. В целом, конечно, меньше дисциплин, меньше видов. Очень много приходится передвигаться для того, чтобы посмотреть соревнования, потому что горы находятся не так близко. Но в целом, я считаю, именно та атмосфера, тот накал, который сегодня присутствует здесь, он действительно интересен, приятен. И, наверное, стоит иногда много передвигаться, чтобы увидеть те победы, которые нас очень радуют. Мы с тобой члены одной команды, команды сборной Советского Союза когда-то. Сейчас нас видят и слышат миллионы поклонников твоего таланта, миллионы людей, кто когда-то жили в нашей общей одной стране. Что бы ты бы им сейчас смог сказать и какие пожелания мог бы выразить сейчас? Ну, я вас очень всех люблю, ценю и уважаю. Для меня разницы нет. То, что было раньше и сегодня. Я считаю, мы едины, мы непобедимы. Поэтому удачи, мира, любви и процветания. Спасибо. Вы шествуете над ней. Спасибо.